Всем привет, ребят, с вами MrBank, я сегодня записываю новый ролик, я думал, что я так и не выскажусь по этому поводу и не буду записывать видосы, которые записал уже, ну, наверное, весь танковый YouTube. Сегодня у нас, как вы видите, 30-е число, это уже понедельник после всех изначально уже начатых праздников в нашей игре. И сегодня я планировал записать довольно большое количество видеоматериала по нашей замечательной игре, который должен был выходить на протяжении всей недели, но, к сожалению, я успел записать всего лишь два видеоролика. И в очередной раз наша игра легла, легла окончательно, я так понимаю, на какой-то период времени. У меня нет абсолютно никакой возможности зайти в нашу игру и даже зайти на наш сайт игры, потому что всё полностью лежит. У многих ребят есть вопросы по этому поводу, с чем это связано, особо никто ничего не высказывает, со стороны разработчиков также была лишь одна информация по поводу того, что происходит в нашей игре, это якобы проблемы в дата-центре и особо никаких подробностей нет. То есть на протяжении четырёх уже дней в нашей игре происходят безумнейшие лаги, отключение серверов и нестабильная работа игры. От слова совсем нестабильная. Сейчас я думаю, что мы даже чуть попозже зайдём на один сайт, на котором можно посмотреть онлайн наши игры и там убедиться в очень интересных вещах, когда там игра падает и что вообще происходит. Что в целом, да, то есть из-за чего это всё? Я на протяжении вот этих четырёх дней начал следить, да, то есть за тем, как это всё дело происходит, как появляются эти лаги, да, и как отрубаются сервера. То есть они бывают отрубаются полноценно, вот как сейчас, да, то есть полный висяк серверов и всё, и ты ничего не можешь сделать, ты не можешь не зайти. А бывают лаги, когда у тебя начинает улетать пинг и потом через пару минут у тебя уже отлагивает и ты можешь зайти в игру, да, то есть там бывают такие моменты, что тебя вообще не выкидывают, да, то есть там тебя, например, не зацепило, других зацепило и ты остался в бою. Да, и всё моё наблюдение свелось к тому, что это ДДОС-атаки. Это самые настоящие ДДОС-атаки на танковые сервера. И в 2022 году мы живём, и в 2022 году у танковых серверов до сих пор нет защиты от ДДОС-атак. Это очень печально, это очень прискорбно, и тот факт, что в любой момент, если кто-то захочет, может просто отрубить целую игру, меня безумно расстраивает, пугает и огорчает. Что я, например, не могу просто взять, зайти, записать видосы. Вы не можете просто зайти в свою игру, поиграть. Кто-то теряет приемку, теряет вложения, которые сделал в эту игру, да, то есть это всё деньги. И не может полноценно зайти, погонять, провести время в нашей замечательной игре. Я бы мог бы понять, если бы это закончилось там спустя два дня, я бы даже не обратил бы на это особо никакое внимание, но сегодня уже идёт четвёртый день. И до сих пор эта проблема не решена. Я честно вам скажу, я не хотел записывать этот видос, я не хотел здесь, знаете, там разглагольствовать, говорить, да чё, да как, почему это всё лагает, почему это так у нас происходит, да. Но, что я могу уже сказать? Если я не могу даже зайти и записать видеоролик по игре, да, то есть если я даже видос записать не могу. Но это просто максимально печально. Я бы очень сильно хотел бы узнать вашу точку зрения по всему этому поводу. Ну и давайте зайдём ещё на один замечательный сайт, который называется Танки Рейтинг. Это сайт, на котором показываются рейтинги игроков плюс статистика онлайна нашей замечательной игры. И здесь можно видеть всё, что происходило, ну например, за последнюю неделю и увидеть все скачки, которые были. Да, то есть по этим скачкам можно понять, когда игра у нас падает, когда происходят лаги, отрубание серверов и прочие печальные вещи. Да, то есть если посмотреть последние 4 дня, начиная, ну давайте даже не 4, поставим 7 дней. Здесь у нас вторник, 24 мая, стабильный онлайн, всё хорошо, игра работает. Дальше у нас наступает в четверг, в практически 6 часов вечера, падает первый раз сервер, падает, но ненадолго и дальше продолжает свою работу и функционирует. Следующий рестарт, а нет, это был не четверг, это был среда, в среду первый раз упали сервера, когда нам выдали вроде как компенсацию даже. Упали сервера, когда, или же нет, нет, я наверное путаю, это было раньше. Ну ладно, тут тоже какой-то был обруб, небольшой. Дальше наступает четверг и ближе к вечеру, получается, скольки, ближе к 6 вечера отрубаются серваки, падает резко раз, падает резко два. И после этого начинаются приколы, начинаются приколы в пятницу, вообще полноценно падают постоянно сервера, падают здесь сервера. В субботу частота отброса серверов стала еще хуже, то есть сервера работают полноценно ночью и до 12 дня. Дальше сервера начинают штормить прям жестко, онлайн максимум дошел до 8000, дальше опять штормить, 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 штормить. Опять ночью сервера работают до 11 часов и начинается в субботу опять штормежка, опять падение сервов здесь под вечер вчера вообще упало полностью, как примерно сейчас. Ну и опять же ночью все начало работать более-менее нормально. Ну и сегодня так же само, по той же самой схеме, в 12 часов сервера у нас упали и сейчас происходят примерно такие же вещи, которые были вчера, позавчера и в пятницу. У меня нет слов, у меня нет слов, у меня нет слов, что вот настолько печальную картину мы вынуждены с вами наблюдать. И при этом никакого решения нету. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, насколько долго это все продлится. Будет ли компенсация нам, как игрокам, которые хотели, хотят поиграть в любимую игру, теряют премиумку, которую, на которую кто-то может даже донатил. Я даже думаю, что не кто-то, а большинство донатил. Будет ли что-то? И когда это будет? Самое главное. Вопрос очень хороший. Поэтому хотелось бы узнать вашу позицию по этому всему делу. Расскажите, что вы думаете. Поддерживайте видос лайком, если хотите, чтобы быстрее все это дело закончилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Будем пробовать как-то что-то реализовывать. А как я буду записывать видосы, когда лежит эта игра, я пока что не знаю. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.